Анимация антропоморфных и других сложных персонажей в 3D строится на принципах инверсной кинематики. Таким образом, объекта мы не анимируем отдельно ладошку, плечо, предплечье, а все вместе работает как единая кинематическая цепь или как минимум кинематическая пара. Объект состоит из твердых сегментов костей и подвижных сочленений суставов. При этом управление будет происходить с помощью внешних контроллеров. То есть, допустим, я перемещаю контроллер в пространстве и видим, что работает полностью вся наша цепочка. Мы начнем наше погружение в скелетную анимацию с работы паука из материалов к уроку. Пока я с ним ничего делать не буду, просто посмотрим на его геометрию. Здесь, как мы видим, у нас есть несколько сочленений. Одно отходит от туловища, второе идет у нас бедро, так скажем, потом полень, ну и на стопу переходит все это. Возьму все в группу и отодвину наш объект, чтобы он нам не мешал. Регинг персонажа процесс трудный, требует внимательности и аккуратности. Очень часто ошибки на каких-то этапах приводят к нарушению кинематики движений на следующих. Поэтому я рекомендую не просто сохранять ваш файл, а сохранять его инкрементально. Файл сохранить инкрементально. Таким образом, у вас делаются копии, бэкапы промежуточных версий. Таким образом, вы всегда сможете вернуться к предыдущему этапу, то есть не переделывая, не меняя, потому что часть процесса анимации персонажа необратима. То есть, если вы что-то сделали, то потом вы, возможно, не сможете уже это отменить, и придется начинать все сначала. Поэтому сохраняйтесь инкрементально, пусть у вас будет несколько файлов. Так будет проще вернуться к предыдущей стадии. Давайте разбираться поэтапно, какие есть системы контроля и управления скелетом и суставами, и какие есть встроенные алгоритмы в самой синеме, которые позволяют более быстро настроить скелетную анимацию. У робота, как мы видим, две пары ног, и для каждой пары мы будем настраивать взаимодействие. Давайте создадим центральный контроллер для нашей пары. Для этого возьмем 0 объект. Выберу у него форму, которая будет называться куб. Для того, чтобы это все было видно, давайте сделаем ему чуть побольше размер. Это будет основа наша. Переименую группу с нашим роботом, чтобы мы не путались. А наш контроллер с кубом назову тело 1. С контроллом в окне объектов копируем наш нулевой объект. Переименую его в объект нога 1. Поменяю его тип на точка 2. У нас здесь появляется вот такой крестик. Сделаю радиус ему поменьше. И в координатах поставлю 100 по х. Для того, чтобы он находился на расстоянии 50 от нашего куба. И четко по серединке. И нам нужно создать еще одну направляющую. Для этого с контроллом я копирую последний нулевой объект. Переименую его нога 1 направляющая. Подниму его еще по у вверх. И изменю его тип на сферу. Теперь нам надо создать суставы нашего объекта. Посмотрим еще раз на геометрию. То есть мы видим, что здесь идет достаточно горизонтальная плоскость. И потом уходит вниз. Всего мы насчитали 4 сегмента. Поэтому я перейду во фронтальный вид. И беру инструмент, который называется инструмент сустав. Join Tool. Рисовать скелет мы начинаем так, чтобы ни один из объектов не был активным. Иначе случайно вы можете попасть в дочерний объект к нему. И потом начнется путаница. Зажимаем Ctrl на клавиатуре. И левой кнопкой мыши ставим точку. И не отпуская Ctrl, продолжаем ставить остальные точки суставов. То есть мы построили сейчас здесь основное наше плечо. Большой сустав. Теперь с зажатой клавишей Shift левой кнопкой мыши на линии мы можем добавлять еще суставчики. Теперь просто в свободном режиме левой кнопкой мыши, отпустив все клавиши, можем перемещать наш суставчик, меняя ему геометрию. Так как нам это нужно. Пока делаем все предварительно. Потом, когда доделаем весь каркас и заанимируем его, то уже будем располагать непосредственно на роботе. У нас появилась вот такая иерархия суставов. Вытащу всю эту группу из корня. Там корень пустой. Теперь объект я его удалю. И давайте переименуем наши суставы, чтобы потом не путаться. Везде добавим префикс нога 1. Ну и соответственно номер сустава, то есть будет сустав 1. Я все это скопирую и переименую дальше. Чтобы создать центральный сустав, здесь в начале координат основной, я перейду в инструмент персонаж и выберу инструмент, который называется сустав. И он появился у нас по центру. Теперь я просто все наши суставы ног закидываю в самый верхний. У нас здесь появилась кинематическая связь автоматически. Переименую его в тело 1 сустав. И вот здесь я буду делать. Теперь нам надо обеспечить управление ногой. Это делается в том числе с помощью тега инверсной кинематики. И тег этот необходимо прикрепить на первый коренной сустав нашей ноги, так как он обеспечивает все остальное движение. Поэтому я выделяю нашу ногу сустав 1. Правой кнопкой мыши иду в теге оснастки. И здесь мы выбираем тег iKey. Инверсная кинематика. Переходим в сами настройки нашего тега. В качестве конца нашего тега, конечно, используем последний сустав нашей ноги. Левой кнопкой мыши хватаем его и закидываем в окошечко конец. У нас уже появилась первая связь. В качестве цели следует указывать контроллер, который будет у нас как раз отвечать за перемещение нашего последнего суставчика. То есть вот мы его выделяем на G1. И именно его мы должны закинуть как цель, чтобы при манипулировании им у нас все перемещалось. Опять возвращаясь на тег, беру наш контроллер на G1 и закидываю его как цель. Видите, теперь связь появилась. Я могу перемещать непосредственно за контроллер на G1 и у нас весь механизм начинает двигаться. Отменю все. В качестве объекта для направляющего вектора мы возьмем наш верхний манипулятор, сферку, которую мы создали. Вернусь обратно в тег и эту направляющую закину в наш объект. Появилась еще одна связь. Также нам необходимо объединить центральный сустав нашего тела с его контроллером тела в виде куба, который мы делали. Для этого мы нажимаем на сустав тела наверху. Зажатым контроллом нажимаем сам наш контроллер тело 1 для того, чтобы выделить эти два объекта вместе. В случае работы на маке это будет зажатая клавиша Command, а не Control. Теперь идем в персонаж, принуждение. И здесь выбираем тег, который называется добавить принуждение трансформации. У него еще такой индекс идет PSR. Теперь, чтобы не рисовать вторую ногу заново, мы можем ее и зеркально отразить. Для этого мы с Control выделяем все элементы ноги, не затрагивая сустав тела. Также выделяем два контроллера ноги. Это нога 1 и нога 1 направляющая. То есть мы выделили все, что у нас относится непосредственно к ногам. Идем в инструмент персонаж. И здесь инструмент отражения, Mirror Tool. Перейдем во вкладку наименование. И здесь мы заменим ногу 1 на ногу 2, для того, чтобы вручную это не переименовывать. Выделяю кнопкой мышки все вкладки, для того, чтобы они все стали активны. И иду вниз и нажимаю кнопочку отразить. Как видим, у нас появилась вторая нога. Создам новый 0 объект. Назову его нога 1, 2. И все, кроме, естественно, нашего робота, помещу в него. Теперь мы можем управлять нашим объектом. Также в нашей иерархии для адаптивной связи тела с ногами поместим контроллеры с направляющими в нашей сферке. С дочерними объектами непосредственно нашего контроллера тела. Теперь они будут перемещаться все вместе. Теперь, чтобы сохранить такую позицию наших костей, как базовую, мы выделяем все наши контроллеры. То есть, все, что у нас отвечает за контроль наших движений. Идем во вкладку координаты. Открываем фиксацию трансформации и пишем зафиксировать все. То есть, таким образом, теперь, когда мы будем обнулять координаты, либо возвращаться к исходному положению, это у нас будет именно исходным положением, и никакие другие изменения уже не смогут повлиять на это. То есть, всегда можем обнулиться через обнуление, восстановление координат, и он примет у вас первоначальную позу. В Cinema 4D есть встроенная процедурная анимация различных шагающих движений, движения по сплайну, по пересеченной местности. Для этого нам необходимо зайти в персонаж и выбрать движение персонажа. На английском C-motion называется. Выбираем его. Дальше мы переходим у движения персонажа во вкладку объект. И сюда, в окно объекта, в первую очередь добавляем наши направляющие. То есть, здесь это у нас будет, конечно, контроллер тела. К нему автоматом сразу применился тип, который говорит о том, что это у нас основной наш манипулятор. Наши ноги следует поместить сюда дочерними объектами. То есть, вот появился значок, что это у нас таргет, цель. Таким образом, мы обеспечили связь нашего контроллера тела с направляющими, с нашими контроллерами ног. По умолчанию у нашего тела в параметре «Ведущий» или «Драйвер» будет указана путь или паф. У наших ног по умолчанию в «Драйвере» в «Ведущем» указаны шаги. Теперь мы можем включить галочку на движение персонажа, активировать его и нажать «Плей». Видите, мы уже заанимировали наш скелетик. Если будем менять дистанцию в наших шагах, увеличивая либо уменьшая, таким образом увеличивается размах нашего шага. Время цикла, то есть это время, за которое у нас циклится наша походка, также влияет на скорость. То есть, мы можем поставить больше либо меньше. Он, соответственно, будет идти медленнее, если увеличиваем количество кадров. Статический параметр походки указывает на то, что ходьба у нас будет на одном месте. Ну, я думаю, здесь вы и сами догадались. Также у каждой ноги, если вернуться обратно в настройки, есть параметр фазы. То есть, сейчас у ноги 1 и ноги 2 разница суммарно в 50%. Потому что у нас фаза 1 25% с плюсом. У второй ноги минус 25% соответственно с минусом. Если мы тут тоже поставим плюс 25, то у нас будет такая ходьба. Получается, две ноги будут идти вместе. Обнулю параметр. Поставлю минус 25 обратно. Также вы можете добавлять определенные действия. Например, перейдем на наш главный контроллер, тело. И здесь в выпадающем списке, помимо действия поднять, есть еще много различных вариантов. Но давайте пока остановимся на действии поднять. Оно активно. И нажимаем кнопочку добавить. У нас здесь появляется параметр. Нажмем play. Видите, теперь еще наше тело при ходьбе поднимается вверх с определенной пульсацией. Если мы перейдем на вкладку поднять, то здесь у нас открываются ее настройки. Основные параметры здесь, конечно, будут. Это высота нашего подъема. Мы можем поставить больше. Меньше. И также здесь есть график настройки, который как раз говорит о том, сколько в одном вашем цикле помещается этих самых подъемов. То есть у нас цикл сейчас 30 кадров. Соответственно, эта вся шкалка будет соответствовать у нас параметру 30 кадров. То есть мы видим, что у нас начинается движение. Вот он, подъем наверх. И обратно пошел вниз. Первый цикл закончился на 15 кадрах. Соответственно, как раз это соответствует половинке нашего общего времени зацикливания. И второй идет. То есть здесь мы можем передвигать, менять наши настройки, добавлять что-то. Варьировать. Также добавлять еще вариации здесь от цикла к циклу. И таким образом добавлять неоднородности нашим движениям, если это требуется. Обнулю вариации. Здесь, конечно, мы можем импортировать предустановки. Выбрать тип изинга, тип кривой, по которому будет происходить анимация. Правой кнопкой мыши показать все. Выделю все точки. Правой кнопкой мыши. Сделать симметричным. И таким образом делим наш участок на определенные циклы. Также можем глобально включить и отключить этот параметр. И удалить. Соответственно, правой кнопкой мыши выделяем удалить. И он пропадает. Поставлю заново. Чтобы наш объект шел со смещением, мы должны у нашего тела вместо статической походки поставить по прямой. И тогда он будет перемещаться. Также есть у объекта способ перемещения по пути, по сплайну. Мы можем выбрать любой сплайн. Нарисовать его, либо выбрать стандартный, хоть плоский. Закидываем в параметры движения персонажа. Сюда, во вкладку путь. Можно увеличить количество кадров, чтобы это все было лучше видно. Ну и скорость я, наверное, увеличу. Можем взять пространственный сплайн, либо нарисовать. Спиральку возьму. Тоже поменяю ей плоскость. И поменяю объект в движении персонажа. То есть, вот он у нас идет по нашему любому сплайну. Но у нас в нашем объекте 4 ноги, поэтому я пока удалю движение персонажа. Также сплайны. Чтобы обнулить наше положение, я выделяю все наши контроллеры. И нажимаю восстановить координаты. Он свернулся к той позе, которую мы заморозили изначально. Теперь нам надо это все сдублировать. То есть, берем наш сам объект, нашу общую группу. Идем в инструменты. И здесь выбираем размножить. Дупликейт. Выбираем инструмент. Здесь у нас выходит его меню. То есть, количество копий. У нас 4 ноги, 2 пары. Соответственно, нам надо сделать еще одну копию нашей пары. Режим выберем линейный. Потому что нам их надо линейно размножить. Как в клоннере, собственно говоря. Так и здесь. Нам нужно выбрать ось Z, чтобы было смещение в ту сторону. Хотя это можно настроить уже после назначения. Поэтому я здесь обнулю. Здесь поставим 50. Нажимаю на значить. Наша копия появилась. В принципе, можем отодвинуть вручную. Так, у нас здесь почти квадрат в центре. Давайте, наверное, отодвинем все-таки на 100 сантиметров. А дальше уже будем смотреть. Открываем наш объект. Копию. Здесь я вижу еще на копию создалась группа. Поэтому мы можем всю эту группу вытащить наверх. Этот пустой объект тогда удалим. Переименую нашу копию. Это будет нога 3-4. Ну и, соответственно, необходимо переименовать все наши позиции. Да, это будет у нас тело 2. Ну и ноги 3-4, соответственно. Создам новый ноль объект. И помещу туда обе пары наших ног. И переименую его в скелет робота. Для того, чтобы вы легко могли экспортировать и импортировать скелеты из проекта в проект или в других редакторах, нам надо создать подчиненность этих наших участков. То есть, чтобы первая пара сочеталась со второй. Первое тело соединится вторым. Найдем по параметру тело. И здесь выбираем те объекты, у которых есть тег PSR. И закидываем тело 2 у нас в подчиненности тело 1. То есть, иерархия именно так идет от большего числа к меньшему. То есть, если бы у нас здесь было больше, мы бы собирали с конца. И такая бы образовывалась градация. А так у нас две пары, поэтому второе мы просто помещаем в первое. Теперь возьмем наше основное первое тело и поместим его наверх. И у нас образовалась связь. Теперь мы можем обратно добавить C-Motion, движение персонажа. Необходимо теперь выделить на двух сегментах контроллеры, которые отвечают за тело. Это вот эти боксы. Можно найти их в нашем окне объектов. Вот они у нас, тело 1. И во второй паре тоже будет тело 2. И закидываем их непосредственно в наше окно. Я для удобства также воспользуюсь поиском, но предварительно закреплю наше окошко движения персонажа. Можно нажать Locate, замочек на панельке, она останется. Теперь найду наши контроллеры. Вот они, два кубика выделились. Я хватаю их левой кнопкой мышки и кидаю сюда в окно объектов нашего движения персонажей. Они оба применились с тегами по типу основных. Теперь нам надо добавить контроллеры наших ног. Это вот эти вот у нас перекрестия. Поэтому здесь я в поиске пишу ноги. Нога. Здесь я как раз вижу, то есть мы должны ногу 1-2 выбрать и поместить в цель первого сегмента. Соответственно контроллер на ногу 3-4 поместить во второй сегмент. Теперь момент истины. Включаем движение персонажа и включаем проигрывание. Отлично у нас все работает. Если мы хотим глобально что-то изменить на всех наших ногах, допустим, то здесь у нас есть верхние вкладки. Вот настройки базиса и настройки цели. Базис это соответственно отвечает за все наши тела. Настройки цели соответственно отвечают в данном случае за все наши ноги. Поэтому, допустим, можно перейти в настройки цели, добавить им действие поднять. Перейдем в настройки. И мы можем, допустим, глобально поднять наши ноги. Поставлю, пусть будет 15 сантиметров. Теперь будет контент не для слабонервных. Нам надо посмотреть, как ходит паук в действительности. Потому что пока у нас ноги идут симметрично, а у паука они идут немного по-другому. Даже несмотря на то, что у нас их здесь 4, а не столько, сколько у пауков. Поэтому сейчас я перейду к небольшому детскому видео с анимированным пауком. Итак, то есть смотрим, что ноги у нас идут друг навстречу другу. То есть они не идут симметрично. И сейчас нам это надо настроить. Давайте во втором сегменте нашего тела, в теле 2, поменяем направление движения наших ног. То есть у нас нога 1 идет в базе 25%, нога 2 в базе минус 25%. Соответственно, в ноге 3 будет тоже минус 25%, а в ноге 4 наоборот 25%. То есть меняем во втором сегменте значение на противоположное. Запускаем. Вот, теперь уже похоже на правду. Давайте сделаем медленнее ножки в нашей анимации. Поставлю 60 кадров. И подниму, наверное, все наши ножки на 30 см. Чтобы он как будто переступал. Ну, в целом неплохо. Давайте к настройкам базиса. То есть для всего нашего тела, для двух сегментов, тоже сделаем поднятие. Перейдем на настройки базиса, самую верхнюю строчку, чтобы она редактировала у нас весь наш объект. Поднять, добавить. Ну и добавим... Пусть немного, пусть будет 3 см, потому что это же робот, он все-таки мало смещается. Если мы перейдем во вкладку поза, и можем сменить здесь наш тип оси, в какую сторону он будет идти. Поставим по иксу, допустим. То есть, соответственно, он будет двигаться в сторону. Если включим по прямой, соответственно, он у нас начинает идти боком. Таким образом, вы можете менять направление движения, в том числе. Верну обратно, минус Z. Также эту всю систему можно заанимировать по сплайну, естественно. Перейдем в фронтальный вид. Нарисую какой-нибудь сплайн. И... Перейду опять в наше движение персонажа, выберу здесь путь, и закину наш сплайн сюда. Также к этому мы можем добавить некую поверхность. То есть, наш объект будет двигаться мало того, что по сплайну, так еще и учитывать поверхность. Возьмем, например, ландшафт. Подниму сплайн, чтобы он был виден. Теперь идем в наше движение персонажа. В раздел просчитанный путь. И сюда, в нашу поверхность, закидываем тот наш объект еще, который должен учитываться плюс к сплайну. Видим, что наш объект приземлился на поверхность. То есть, как видите, теперь он идет мало того, что по сплайну, так еще и по поверхности. Часто для лучшего просчета можно включать галки изменить базис и изменить цели. Продолжение следует... Можно добавить кадров. Сплайн можно подредактировать, чтобы выглядело все это более естественно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавляем DimaTorzok Для этого мы меняем в окне объекта движение нашего персонажа режим с просчитанного на адаптивный. У нас появляются маркеры, по которым мы можем ставить наши ключевые кадры. Допустим, фиксируем в начале нашего таймлайна, пусть скорость остается 60. Потом он чуть пройдет, пусть начнет ускоряться. Поставим 30. И уже ближе к концу. Я думаю, ему меньше времени понадобится, пусть будет совсем 10, чтобы он прям бежал у нас. И включаем. Вот, отлично. Ну и здесь он уже на месте топчется, потому что у нас закончился сплайн. Если сплайн продлить или изменить, конечно, он будет у нас бежать дальше.